В нашей клинике была введена в действие методика компьютерная коронароангиография. Этот метод освоен на мультиспиральной компьютерной томографии и состоянии получать при этом большое количество срезов, в том числе и очень тонких срезов, и способности дифференцировать ткани. Это может быть жидкость, жир, кальций, ткани сердца, миокард и так далее. Разрешающая способность позволяет видеть сосудистое русло. Дело в том, что несмотря на активное развитие методов лечения, диагностики и шимического болезня сердца, она все-таки остается ведущей патологией в смертности, особенно в развитых странах. При этом существуют методы исследования, которые являются золотым стандартом в кардиологии, такие как коронароангиография, выполняемая в хирургических центрах, где владеют методами катетерной диагностики, а также ультразвуковое исследование сосудов сердца. Это 100% диагностика. Но при этом следует иметь в виду, что развитая атеросклеротическая бляшка, естественно, выступает в просвет сосуда. И мы при этом получаем классические клинические симптомы и клиническую картину. И в принципе диагностика не представляет большой трудности. И эти методы исследования, как внутрисосудистое, ультразвуковое исследование и коронароангиография, выполняемая в хирургических центрах, позволяют диагностировать степень сужения и решить вопрос о том, какой метод лечения будет предпринят. Как правило, это производится для того, чтобы в дальнейшем предпринимать хирургические методы лечения. Например, шунтирование или стентирование. Но ряд состояний требует от нас уточнения диагноза в том плане, существует ли вообще атеросклероз коронарных артерий, либо дифференциальной диагностики. Однако, эти стандартные методики не дают ответ на кардинальный вопрос, имеется ли вообще у пациента поражение коронарных артерий. И не способны оценить риск сердечно-сосудистых событий на ранних стадиях заболевания атеросклерозом. Компьютерная коронароангиография позволяет нам дать ответ на эти вопросы. При этом мы можем визуализировать атеросклерозические бляшки в самом их начале, на стадии предоттеромы, атеромы. И дальше по степеням и стадиям обструкции коронарного русла. Например, на данной рентгенограмме мы можем визуализировать коронарную артерию, вероятно, атеросклерозическую бляшку, которая пропитана кайцием. Эту артерию можно позиционировать из различных участков и можно видеть, так сказать, не только лишь в одной проекции, а в различных, что позволяет точно оценить степень стеноза коронарной артерии. Вот это артефакты, это так называемые коронарные кальции. При этой методике можно определить и степень поражения артерии по такому фактору, как индекс коронарного кальция, который классифицируется по шкале Агатстон. Например, отсутствие коронарного кальция при таких коронарограммах свидетельствует о том, что поражение коронарной артерии практически невозможно. И в таких случаях риск сердечно-существа заболевания составляет, ну, скажем так, не менее чем... То есть он очень низок, и можно дать положительный прогноз в отношении отсутствия заболевания сердеческой системы где-то от 2 до 5 лет. Дальше идут показатели 0-10, 10-100 и так далее, до 1000 единиц. При этом просто определение индекса коронарного кальция, как правило, связано со степенью поражения коронарной артерии от раскоротической бляшки. Таким образом, к современным показаниям проведения компьютерной коронароангиографии являются следующими. А именно, определение коронарного кальция, дальше выявление коронарного атеросклероза у лиц с атипичным болевым синдромом, а также выявление коронарного атеросклероза у лиц с бессимптомным течением болезни. И на основании этой дифференциальной диагностики между ишемической кардиопатией и другими заболеваниями миокарда, например, дилетационной кардиомиопатии, что ранее было практически невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok